Я вчера списался с персидским дагестанцем, ты знаешь, он в личке. Вардан, давай перейдем, скажем так, к более хайповым темам. Я пишу, ты черт, там переписку я отправлю в Преставель. Я армейцу говорю, бей я рядом просто. Не, просто говоришь, не просто говоришь, говоришь завтра, Вардан. Я тебя прошу, успокойся. Можно чертом назвать, но явно не композитором. Тимуром только раз познакомились с Никулем, но я не думал, что он такой трещот будет делать. Друзья, всем привет. Вы на канале Эдуарда Германского. Сегодня у нас в гостях Вардан. Вардан, привет. Спасибо большое, что нашел время, выбрался к нам. Первый вопрос, как твое здоровье? Ты восстановился после боя, все в порядке? Да, две недели отдохнул после боя. А так все хорошо. Уже лицо чистое, все хорошо. Да, и как чисто было. Шишки были так. На тебя тяжело было смотреть, я переживал. Я выходил объявлять бойцов и думал, блин, как там Вардан. И с грачком так же было. Да, я помню момент, когда я стою, у Димы спрашивают, как планируешь поезд, за поезд. Я повернулся, может посидим. Такое состояние было плохое. Ладно, Вардан, давай уже перейдем к сценарию, так сказать. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет и откуда ты вообще родом? Где родился? Мне 24, я родился в Армении, город Варденес. Я там до 8 класса учился, вырос. Я там музыкальную школу закончил, да и там спортом занимался. У меня дядя, чемпион Армении по кикбоксу был. Он мне с 5 лет там заставлял шпагат сесть там. Ну, тренировал. Ты садишься сейчас на шпагат? Нет. Смотри, вот ты говоришь, занимался музыкой. Мы, естественно, все видели твои вставки, как ты играешь на пианино. Я думаю, Серега тоже вставит это. На душе лишь печаль, не молчи. За окном своего капли дожди. Ты хотел стать музыкантом или это просто увлечение? Нет, я хотел, на самом деле я должен был закончить 9 класс, чтобы получить образование и консерваторию поступить. Получилось то, что переехали в Россию, а здесь начал боксом заниматься и все. Оставил как хобби для себя. Не жалеешь об этом? Нет, не бывает таких мыслей, что, особенно после боя, блин, сейчас бы сиделся спокойно, играл бы на пианино, все было хорошо. Нет, нет такого. Ну, музыка это чисто, когда, знаешь, бывает грустно или там скучно, или вообще хочется просто один быть. Вот я прихожу, я синтезатор включаю, все, я играю. И все, это музыка, это тоже. У тебя есть видео, как ты играешь? Да, есть. Пришлешь, мы тоже по пару вставочек сделаем. Скажи, пожалуйста, какие у тебя вообще, есть ли у тебя вообще спортивные звания? Если есть, то по каким видам спорта? По боксу, кандидат мастера спорта. Ну, когда я занимался боксом, вот так скажем, когда каждый день, по две тренировки, на сборах, не было такой возможности поехать на мастерский турнир, потому что, ну, гражданства тогда не было. Ну, это до 15-го года, до 16-го, когда я вот стабильно прям каждый день занимался. Потом, ну, получил гражданство, уже так занимался. На данный момент у тебя есть какие-то планы совмещать кулачные бои с боксом и выполнить, может, мастера спорта? Ну, знаете, выполнить мастера спорта, ну, может, когда-то будет там такое желание, где будет мастерский турнир поехать выиграть. А для меня всегда, вот как честь, да, своего тренера, я всегда ему говорил, я бы хотел выиграть область, выиграть центральный округ, и вот тогда и получить мастерский, ну, мастер спорта. Ну, это достойно получить. А так поехать на турнир мастера спорта, там, выиграть, это, ну, такое. Не слишком, да, большое достижение? Нет, достижение-то хорошее, но, не знаю, я бы хотел, чтобы мой тренер видел, если бы я хотел мастера выполнить, да, мастера спорта, я бы хотел, чтобы вот тренер увидел, как я центральный округ выигрываю, и мне мастер спорта выручает, вот это хотел бы. Круто. Если честно, я бы хотел бы просто разряд по боксу выполнить. Для меня бокс это самое тяжелое, ну, реально, вот для меня это самый тяжелый вид спорта, он мне очень тяжело дается. Ну, я тоже сколько тренируюсь, каждый день, как будто вот в школе учиться, первый класс, второй класс, так же, сколько тренируешься, столько учишься. Сейчас тем более больше. Скажи, пожалуйста, вот ты говорил, что хотел отучиться 9 классов, поступить в консерваторию, а в итоге поступил куда-нибудь? Да, поступил, закончил интерколь в Москве, а сейчас спортивное образование, ну, в процессе. Да. То есть ты хочешь получить высшее спортивное образование. А для чего? Ты хочешь дальнейшим тренером работать или? Конечно, я помню, когда Hardcore пришел, я сказал то, что выиграю Лям, я построю школу бокса, да, именно в городе, где я начал заниматься боксом в Черноголовке. Так получилось, я с Грам-при вылетел, но цель есть, скорее всего, до марта, ну, не будем спешить, конечно, не перепрыгивать, там, до марта получится в своем городе именно этот маленький зал открывать, чтобы дети занимались бесплатно боксом. Круто. Конечно, будут там другие группы, да, там взрослые, там, но я именно буду тренировать детей, которые будут выступать, и они бесплатно будут заниматься. Прикольно. А ты помнишь, во сколько лет у тебя было первое это соревнование? По-моему, это было в 2012 году, если не ошибаюсь. Это тебе сколько лет было? Мне было, ну, где-то 15, если не ошибаюсь. Или, может, меньше. Выиграл? Выигрывал я, ну, вот этот бой никогда не забудем, это в своем городе, вот, получается, я первым. Меня ставили, Бакар как раз поставил меня, по-моему, с первым разрадником. До этого он вообще меня не хвалил на тренировке. И тут он в раздевалке приходит и говорит, я на самом деле хочу сказать то, что ты вот можешь, видите, вот, разорвать. Он первый разрадник, неважно кто. Я, ну, да, я тогда ничего не понимал. Я вышел, по-моему, в первом раунде, ну, попал прям четко в челюсть, он упал. Ну, техническим нокаутом я выиграл, и у меня друг выбыжал, поднял меня, как будто мы там чемпионов мира. Ну, смешной такой момент был, да. А помимо музыки, у тебя есть еще какие-нибудь хобби? Блин, я много чего люблю. Я жду, вот, когда снег выпадет, прям на хорошо, чтобы я на горно-лыжах катался. Хорошо на лыжах катаешься? Ну, прям не скажу, не хорошо, мне нравится это дело, вот. К тому же четвертый год, вот зимой езжу, катаюсь, мне очень нравится. И таких много очень. Ну, в основном, скажем так, хобби это у тебя такие активный отдых? Ну, да. Не люблю там, вот у меня никогда не получалось, возьмем, я, ну, полетел куда-нибудь, мне не нравится там на пляже сидеть, лежать или еще что-то. Я наоборот, там, пойду по горам или что-то куда-нибудь, мне это все интересно. Круто. А книги ты любишь читать? Ну, честное слово, книги не любили читать. Я сейчас просто Библию начали читать. И мне нравится. Может, после Библии начну прям, ну, уже друзья советуют, там, вот это прочитаю, вот это прочитаю. После Библии точно будет грёстный отец. А Библию ты первый раз изучаешь или в детстве? Ну, детство, как у нас, ну, у нас принято детство, получается, не только отец или там мама. У нас, ну, вся семья верующая очень. Бабушка всегда, вот, не то, что она читала и рассказала, она как будто это все наизу знает. И вот она все говорила. И вот я читаю и вспоминаю то, что она говорит. Вардан, ну, скажи, пожалуйста, почему ты, как вот боксер с большим уже опытом, выбрал именно кулачные бои? И почему именно хардкор? Честно, хотел попасть в битву за хайп. Я еще не думал, что битва за хайп закрылась или нет. Я, по-моему, в феврале, что ли, заявку отправил. На самом деле у меня есть скрыны, когда все страницы там смотрели мою историю. Я такой радостный ходил, думал, в сто процентов меня позовут. Потом карантин. Я во время карантина, ну, не работали. И думал, типа, нужно что-то делать, прям, чтобы сто процентов, вот, дорога была. То есть, если я тренируюсь, то найдется вот эта дорога, кто-то заметит меня. Я начал пахать, тренировался, две тренировки день. То есть, у меня не было такого, что у меня через месяц бой был. Я стабильно тренировался, увидел у моего хорошего друга Петро Сананяна, профессионального боксера, историю, где на кулаках дерутся. Ну, я спросил Петро, типа, хочу туда, типа, он пишет, брат, нам делать нечего, говорит, не надо, это тебе не надо, ты хороший боксер, зачем тебе? Ну, я сказал, с кем можно связаться, он пишет, пиши Женю Моряка у нас, тренер один. Типа, он хорошо общается со всем. Я начал Женю там, а Женя в это время был в Дагестане. То есть, я там побегаю, что-нибудь сделаю, Женю отмечу, Женю Одиссея отмечу. И вот, как-то, если честно, мне кажется, они подумали, что я сначала просто бегу, потом бежит бой с Тенью делает, что он хочет от меня. И получается так, я бегу, марафон, уже прибежался, получается, историю добавляю и отмечаю Женю Моряка. Типа, вот я 42 километра прибежался. Он мне что-то пишет. Ну, вижу, типа, стремишься, в воскресенье у Артема Тарасова в Петербурге будет, этот, бой на голых кулаках. Я такой, все, я еду. Ну, мне кажется, он подумал, ну, написал и написал таких много. И получается, мы в пятницу выезжаем, а у меня колены болят. Представь, 4 часа, 15 минут бегай. Жест. Вот доехали, в субботу приехали, погуляли, все хорошо, отдохнул. В воскресенье я подрался, там, выиграл. Аутом одержал боец, родом из Армении, Вардан Малкарин. А на хардкор ты заявку отправлял, уже писал, что у тебя есть опыт на кулачных боях? На хардкор, да. А я, по-моему, второй раз поехал в Питер драться на воде, когда проводили. Именно этот день увидел, что вот попался хардкор как раз. Я сразу быстро заявку отправил, потом Женю сказал, там, посоветовался. Женю, он говорит, да, меня тоже пригласили, но так обсудили с ним. Мне, причем, это же день, вечером позвонили с хардкора. Вот у нас будут съемки, приезжайте. Ну, как раз рекламные съемки, я приехал. Один из первых участников, можно сказать. Там Тимур, с Тимуром только раз познакомились на куле. Но я не думал, что он такой, три штопа будет делать. Смотри, ты сказал про битву за хайп, но мы все знаем, что это ММА проект. А как ты собирался? У тебя есть все-таки какая-то базовая борьба? Нет, я бои смотрел, то есть, получается, бои смотрел и понимал, что, может быть, даже такое получится, что на стойке подраться. Почему нет, и я и смогу побороться, потянуть борьбу, есть с кем поработать, есть с чем. А ну, а вообще до этого борьбой занимался? Ну, были просто хотя бы тренировки по борьбе? Ну, так ходил, но так нет. Ну, то есть, несерьезно. Ну, так, для общего развития. Да, да, да. Понял. Ну, и скажи, вот, ты отправил заявку, одобрили, ты приехал, подрался. Один бой, второй, третий, четвертый. И вот вообще изменилась твоя жизнь после хардкора как-то? На самом деле, в хардкоре все по-другому было. После Питера я не думал, что в кулачных боях можно, там, что-то могу проиграть или что-то. Я в Питере думал, после Питера я иду, думаю, это все мое. А когда перед, мы же с Мартином первый бой попались, я еще в первом бою сидел, там шоколадки ел, еще не думал, там, что выйдут, что будет. Потом понял то, что на самом деле так, серьезная организация, потому что бойцы встречаются, которые могут реально поголодать друг друга хорошо. И вообще на улице никогда не бывает, что два боксера встретились и подрались. А если дерутся, там все должны смотреть на них. И вот хардкор именно это и получается. Изменилась жизнь. Как сказать, да, люди узнают, вот когда, как дошел до тебя, там, уже пару человек подходил, как попасть. Конечно, вопросы задают, сколько получаешь или как можно, как можно там столько зарабатывать. А так, конечно, очень приятно, много поддерживают. После второго боя, там, во всех армянских группах добавляли меня. Много людей, много народу написал. Стараюсь всем, конечно, отвечать. Ну, потому что люди, ну, время свое тратят на то, чтобы писать, ответ получить. Ну, да. Это правильно. Вот ты сказал, что задаю часто вопрос по поводу, там, как столько зарабатывать и так далее. И вот сразу же у меня появился вопрос, а ты вообще сам работаешь? Да, работаю. То есть? Я арт-директором работал. Сейчас уже не успеваю, если честно, потому что загружен на день, тренировки. И так работаю у нас, ну, как можно так сказать, семейный бизнес, магазины есть, помогаю так родителям. Тяжело совмещать работу и тренировки вообще? На самом деле, если составлять, там, ну, определенный, там, график день, то нет. А если, там, кто-то позвонил, да, я сегодня приеду к тебе, потом туда, это все уже, ну, не по плану. Если режим сыпется, то тяжело. Должен быть режим. Вот я все опять возобновил режим, я 7 утра встаю, у меня тренировка утром. И все можно там на работу. Также хотелось бы узнать, как ты вообще перенес вот второе поражение. Мы знаем, что ты первое поражение перенес, ну, так, сложновато морально. Ты заряженный выходил на бой на следующий, выиграл его, обрадовался. И вот второй бой, после, ну, вернее, первый бой, который ты провел после своей победы, закрыл свое поражение и опять проиграл. Сильно по тебе это морально ударило или после первого поражения уже проигрывать легче? Морально не ударило. Морально, наоборот, просто нужно... Я сейчас делаю то, что никогда не делал. То есть я тренируюсь именно над ошибками. Я никогда над ошибками так не работал, как сейчас, вот как в данный момент мои тренировки как проходят. Там, надеюсь, получится у меня исправиться с тренировками, именно правильно делать то, что от меня тренер требует, как он сказал мне, в виде другой вардан. Так что я, конечно, буду готовиться. Никакой агрессии к Диме, но очень хотелось бы реванша. Очень. Это, я думаю, там такая здоровая получится. Выйдет новый вардан, да, покажет, чему научился. Не то, что чему научился. Нужно исправлять ошибки. Вот бывают победы. После победы мы не исправляемся и ошибки. Хотя во время победы много ошибок бывает. А после поражения вот начинаем работать. Согласен. Полностью согласен. И какие у тебя основные цели в хардкоре? Ну, я понял, ты хочешь добиться реванша. А вот, ну, какие чемпионские, может, амбиции? То есть там пояс, два пояса или защита уже. Много ребят чего интересного рассказали. Два пояса, это, ну, я не знаю. Это, ну, надо одного забрать, чтобы сказать, вот, второе. После, после боя, надеюсь, покажу пояс. Там уже разберемся, как будет. Нет, в хардкоре выиграть пояс как минимум. Как Бакар сказал, три раза зешать. Да, вот мне это очень понравилось. Ну, вот это прям круто. В основном все говорят, я хочу стать чемпионом. Он такой говорит, я хочу защитить. Да, мы с ним общаемся. Ну, общались до этого тоже. Он говорил, ну, вот что делать? Я говорю, ну, надо выиграть пояс. Он говорит, ну, выиграть, и что, зешать надо его минимум там три раза. А скажи, пожалуйста, как, в принципе, родные твои относятся к голым кулакам? То есть, бокс это все-таки, и то я знаю, многие, особенно мамы, да, ну, как бы всегда, ну, не то чтобы против, но так, может, ты не будешь этим заниматься, может, чем-нибудь другим. Они за нас очень, наши мамы, ну, они очень сильно за нас переживают. А тут как бы голые кулаки, и с виду очень часто кажется, что это, ну, намного жестче, чем ММА или еще что-то. Как вот у тебя родители относятся к твоему выбору? Папа очень плохо. Он вообще не хочет, чтобы я дрался. Бывает, даже ругается по поводу этого. Ну, все, ты закончил, я не... Ну, он знает то, что никак не сможет уговорить меня. Мама также понимает то, что я буду драться, продолжать. Она чисто поддерживает. Она много говорит то, что, типа, нужно более агрессивно выходить на бой. А папа вообще... То есть мама может сказать, типа, да, ладно, только более агрессивно, а папа скажет, вообще не выходи. Я понял. Наоборот, у меня также, на самом деле, мама больше такой, знаешь, в таких моментах доминант, типа, надо вот-вот более агрессивно, более все, там, больше тренируйся, батя, чего, зачем оно тебе надо вообще? Не, ну, мама, конечно, говорит, пора семью, детей, но она понимает то, что вот с детства я хотел вот это, и все будет. И она поддерживает меня. Вардан, давай перейдем, скажем так, к более хайповым темам. Ты у нас... Про Тимура Никунина. Интересно было бы, кстати, тоже услышать, если вот ты сам сказал, у них будет бой с Эмилем. Правда, единственное, я не знаю уже, мы выпустим выпуск, он, может быть, уже пройдет и выйдет, может, нет, но, тем не менее, сейчас же мы снимаем до боя. Твои прогнозы, кто заберет этот бой? Я не хочу говорить, кто заберет, заберет сильнейший. Про Тимура скажу то, что он, на самом деле, хороший парень, он в жизни очень справедливый, могу сказать, человек. Эмиль Тови, ну, тоже хороший парень, хороший спортсмен, ведь Тимур неплохой спортсмен. Я надеюсь, получится хороший бой, мы посмотрим. Я именно хочу посмотреть этот бой. Интересный, очень интересный бой. Просто много преимущества и у Эмилия, и много преимущества и у Тимура. Да, ну, у каждого свои плюсы есть, и тут уже кто, я считаю так, кто свою игру навяжет, тот и победит. Да, я тоже так думаю. Но хайпово я хотел пообщаться все-таки с тобой немного на другие темы. Вот ты уже несколько раз в сегодняшнем интервью упоминал Женю Моряка. Я знаю, что вы с ним близко общаетесь, и как раз хотел немного пообщаться на эту тему. Поэтому все также ждут второй бой Моряка и пулеметчика. Ты смотрел их первый бой? Конечно, не раз. Да? И, конечно же, интересно твое мнение, как бойца, у которого уже большой опыт на голых кулаках. Как ты считаешь, какие у кого шансы на победу? Честно скажу, я не знаю сейчас, как готовится Зелимхан, я знаю, как готовится Женя. Женя очень хорошо готовится, и он готов будет на сто процентов к этому бою. Если Зелимхан будет драться, как и против Никиты Соломи, возьмем, да, там Ань Панч Клабе подрались, то даже вообще неинтересно будет, ну, такое выступление. Я думаю, там сто процентов Моряка. То есть одностороннее, да, будет доминирование? Да. Ну, есть футболе, только в одневорозе. А так, ну, я считаю, что Женя в отличном форме, и он сможет выиграть. Ко всем уважениям Зелимхана, у меня против него никакие, ну, вопросов нет. Ну, а вообще тебе самому, просто вот как зрителю, интересно посмотреть? Конечно, интересно. Ну, то есть, я на самом деле, Женя, когда с Марифом дрался, он так, я очень сильно переживал, как будто я дрался. Ну, и, конечно, интересно, когда свой друг дерется. И после боя, конечно, и мотивирует, когда он, ну, когда человек, там, друг или, там, брат дерется, выигрывает, мотивирует. А так, конечно, переживаю. Интересный бой будет очень. Также не могу обойти их стычку с Чоршем Бе. Как ты думаешь, у них произойдет бой? Честно, я даже не знаю. Если будет этот бой, ну, для меня, честно, неинтересно. Не то, что я прям, ну, о Жене Високомерном говорю, да, но просто Женя не почувствую его. Вот реально, как Тимур говорит, не почувствует. Именно в кулаках? Конечно. А тебе было бы интересно посмотреть выступление Жени в ММА? Ну, то есть, тебе было бы интересно, если бы он попробовал выступать по ММА? Или считаешь, что вот его стихия – это кулаки? Честно, я его считаю вот именно кулашным бойцом. Вот я ему сам говорил, вот кулаки – это его. Опять же, там много хейтов писали, да, там, во Файтнайте, когда он дрался против Марифа. Но на самом деле, если бы посмотреть вживую этот бой, да, или посмотреть прям, правильно посмотреть этот бой, он очень технично двигается и очень хорошо бьет. На кулаках это, ну, кулаки – это его спорт. То есть, что бой против Чошамбе, не то, что там, можно 100 рублей поставить на Женю. Женя выиграет и 50 рублей ты обратно выберешь. И, конечно же, мы не можем обойти стороной нашу пресс-конференцию. Ты ее сам посмотрел уже? Да, конференцию смотрел. Как ты вообще, вернее, никак, а расскажи, что вообще за непонятки произошли именно у тебя конкретно с персидским дагестанцем еще до Пресухи? Из-за чего он начал на тебя, скажем так, газовать? Меня не оскорблял? Стоп, Водей, послушай, Олег, ему там как-нибудь передать. Я ему в личку писал, я тебе могу, я пишу, не задевай честь, я ради хайпа, я пришел. Ради этого боев, я говорю, ничего такого, ну, извиняюсь за мат, я хуйней сказал, не занимаюсь, не пиши мне такое. После этого он дальше газует, я тебе приеду. Я ему 10 раз писал, с кем мне свой адрес. Я в Дагестане, я в Чечне, я там. В инстаграме все началось. Когда он добавил видео про Женю и про Зелимхана, я написал там, что в комментариях написал, удали лучше или что-нибудь такое. Без агрессии, без оскорблений? Нет, вообще оскорблений вообще не было. И этот, как называется, мне вообще скидывали подписчики, типа, смотри, смотри, я там в комментарии написал, удалил лучше или что. И все, он зашел мне в Директ, начал написать там всякую фигню. Я ему в ответ писал. А ты уже в тот момент был бойцом хардкора, да? Уже тебя знали. Ну, это было 26 сентября, если не ошибаюсь. Просто я к тому, что у него же там много комментариев, но он ответил тебе, потому что понимал, да, что... Да, у меня и тогда было где-то 15-16 тысяч подписчиков. Вот он мне там начал написать всякую фигню. Типа, вот ты, я приеду на конференцию. Он мне про Анатолия Юрьевича написал, скажи Лисова. Вот так и написал, скажи Лисова, я приеду, я там Лиша дам. Ну, я ему, конечно, в ответ пишу, типа, слушай, напиши без всякого, честь не задевай. Я говорю, я не из тех людей, с кем можно так, типа, какие-то бои делать. Он мне дальше там начал свои голосовые. Правда, я не слушал эти голосовые, честно слово, голос его отвратительный. Он сам отвратительный человек. Ну, я ему написал скин-адрес. Я в Дагестане, он мне пишет, я ему пишу, типа, скин-адрес, типа, какая разница, ты где? Да я приеду в Москву, когда? Я ему пишу, он пишет, в октябре. И что-то, вот, и начинает, ну, обзываться. Я ему, я ему дальше отвечал, ты, черт, просто, не задевай честь. Он дальше пишет. Я пишу, ты, черт, там переписку я отправлю. Отправим и вставим. Да, он что только не пишет, а я просто отвечаю, да ты, черт, просто. Ну, даже не читая, а просто, вот, после того, как мне засвечивает то, что он пишет, да, черт. Он что-то написал, написал, и мне черный список добавил. Я скрин сделал, я говорю, ладно. После того, как я написал, сейчас я тебе найду сам, он мне черный список добавил, я скринал. Ну, так, потом узнал у друзей, пацаны написали то, что его с самим, там, в Дагестане еще, там, он про всех говорит. Потом он же узнал то, что он про Марифы начал говорить. Да он по жизни никто вообще. Если даже он хороший спортсмен, является хорошим спортсменом, там, в Иране, и считая то, что человек не должен себя вести так, то есть, он даже на Шлеменко, если не ошибаюсь, что-то говорил. Ну, и на Петра Яна, я слышал. И на Петра Яна, и как можно на Шлеменко вообще что-то говорить, это вообще достойный человек, не просто спортсмен, а как человек, который, на самом деле, если послушать, что Шлеменко говорит, это вообще другой уровень жизни. Он правильные вещи советует людей. Согласен. И про него что-то говорить, но я не скажу, что дураком надо быть, а хуже. Смотри, вот ты, опять же, посмотрел нашу пресс-конференцию, многие вот в комментариях пишут, вот, вы все на него накинулись. Ты считаешь, ну, ты согласен с этими комментаторами, что якобы вы все на него накинулись, или все-таки было так, что он на вас на всех по очереди газовал, поэтому вы... Там, кстати, не было момента, когда после Эмилия он на армейца накинулся. Да. Не было этого, когда я просто подошел, я армейцу говорю, бей я рядом просто. Хоть, ну, мы бой с Димой обсудили, да, просто он на всех кидался, я не знаю для чего. Честное слово, мне противно было. Мне Арсений звонил, говорит, может быть, завтра будет в Персидске Дагестане, типа. Он сказал, у тебя с ним конфликт. Я сказал, Арсений, скажи, он меня не знает, я его не знаю, я на конференции не хочу с ним... Ты сам это видел, я сидел, я даже его сторону не смотрел. И когда он кидался, даже я не пытался... Один момент пытался, я ему сказал, пойдем на улицу, потому что он мне натру и раздражает. Каждое второе слово, он 4-5 фраз знает. Пойдем на улицу, подойди ко мне, еще что-то там... Ну, в лицо, Гори, как мужчина. Ну, мне жалко то, что, сколько он, получается, с 26 сентября хотел приехать к нам в конференцию. Такую работу он делал, купил бумажные полотенцы и две фотки распечатал. Ну, я бы два месяца не тратил бы свое время, чтобы это все делал. Вот он показал твою фотку. Не, просто говоришь... Ты ничего не скажешь. Не, просто говоришь... Походи на козу. Горишь завтра. Вардан, я тебя прошу, успокойся. Я так... Я не видел это. Насколько я понял, он сказал, что, как я понял, типа, ты похож на козу. Да. Да? У вас до этого была какая-то? Ну, он тебя так обзывал или он просто это для тебя был сюрприз? Нет, он писал. Он писал, я найду хорреписку. Да. Не, не то, что он вот именно эту фотку, которую распечатал, он мне отправлял. Я сейчас тебе в историю, типа, добавлю. А дальше я найду, переписку отправлю. Ну, я дальше писал, ты черт, все, больше ничего. То есть, я даже не обращал, я даже не мог подумать, что он распечатает, это привезет. Ну, как может, с каким может дураком бить, чтобы это делать? Также на конференции было наше дело, он тоже самое делал. Ну, смотри, он тем самым, как ни странно, сейчас вызвал некое, скажем так, некое одобрение публики, потому что он приходит сам, на всех газует, пускай первый, но получается так, что он как бы один, а кругом него толпа, которая против него. И он тем самым продвигает, ну, свои будущие бои. И вопрос как раз в том, как ты считаешь, может быть, просто легче на него не реагировать вообще, чем реагировать? Ну, грубо говоря, уже, конечно, об этом поздно говорить, но ему уже и Чоршан Бе, и Мариф, и Моряк, и уже там, и Никулин, и вы все, вы ему подарили уже билет в будущее. То есть, вот, он же все делал ради того, чтобы медийно о себе заявить, и у него это получилось как раз благодаря тому, что на него начали обращать внимание и отвечать. Когда он писал, ну, добавил в видеозапись в инстаграме, вот это вот, про Марика и про пулеметчика, я отправил в Жене, и Женя сказал, таких дураков дохрена нельзя обращать внимание. То есть, он мне сказал, типа, я ему, я ему сказал, там, сейчас я напишу, после удалит, он пишет, да херню, не занимайся, таких много. Я считаю то, что Женя прав был. На него нельзя было внимание обращать. Просто можешь где-то там увидеть, и то, даже не надо было с ним увидеться, поговорить. Единственный момент, это как бы, как говорят, плохой пример заразителен. Да, все начнется просто. Да, и вот как раз с этим примером, и Чор Шанбе своим поведением, он теперь же сам сказал, ему задали вопрос, ты вот стал спокойнее, почему он говорит, потому что меня начали копировать, и мне это теперь неинтересно. Да вот. Я не хочу, чтобы на меня были похожи. И вот, наверное, для индустрии это плохо, то, что люди сейчас будут себя так вести, мат-перемат, вот этот вот только грязный трэш-ток, и будут выбивать себе, скажем так, билет в жизнь. Они уже пишут, у меня в личку после выпуска конференции, ну, до тоже было, а после выпуска, ну, пишут люди, прям грязные вещи пишут. Я открываю, причем смотрю, 16-17 летный, вот, знаешь, там улица выйдет, он, может, подойдет, скажет, давай пофоткаемся, да? На самом деле, такие вещи пишут, ну, несмышные, я так скажу. Конечно, я их в лицо не запомню, если я на них, ну, на улице увижу, можете пофоткаю и сниме. Да, конечно, это плохо. Ну, то есть люди должны верить в себя, тренироваться, чтобы Бог, да, дорогу им дал. А сейчас начнется это, диванные комментаторы начнут драться, начнут просто драться, обзывать людей. Много народу пишут, да ты деревянный, да ты этот, да ты этот. Я бы посмотрел, как они выйдут в октагон, именно зайдут. Многие так говорят, да, я хочу с тобой бой. Вот мне интересно, как они зайдут в октагон. Все со стороны видят по-другому. Они именно придут туда, вот эти шлепки услышат. Да, это да. Все. Вот люди, когда увидели бой Геджи против Фергюсона, вот эти шлепки, когда без болельщиков слышали, они думали, вот это жестко Геджи бьет. Вот люди, хочу сказать, вот так же мы бьем, только на голых лаках. Да, согласен. Ну, а как ты вообще считаешь, трешток все-таки нужен, просто он должен быть веселый, забавный, достойный и не грязный? Ну, посмотрите, как мага Исмаилова делает. Абсолютно трешток, без мата. Вот если ограничить трешток без мата, получится, мне кажется, ну, все хорошо. Хочу сказать, не материтесь, во-первых. Если не будете материться вам, даже если в своем кругу, то вам придется развиваться, то есть вам придется формулировать свои мысли более, так сказать, правильно у вас появятся другие возможности. То есть в один момент вы сможете, так сказать, без мата и без всего лишнего, так сказать, вызвать интерес у публики, создать жару. То есть вы будете более стратегичным в своих высказываниях. Вот. В первую очередь, я говорю, не материтесь. Вот. Убрать мат, и тогда вас будет приятно слушать, вас будет хотеться слушать. Вот. А тогда вы сможете, исходя из этого, каждый из вас личность, и исходя из этого вы сможете сделать что-то свое. Вот я сделал что-то. Говорили, невозможно в России делать, я показал, что возможно. Теперь двигайтесь. Двигайтесь, но в правильном направлении. Ну, есть определенные люди, которым нужно три штук. Вот. Только если вот убрать мат, ну будет все хорошо. Почему нет? Так же пошутить, там, поприкалываться. Опять же, ну если персидский, можно чертом назвать, персидский. Нет, давай будем без оскорблений. Если персидский вот этот дагестанец не будет обзываться, он просто придет, ну может пошутит, или какой-нибудь три штук будет, он может там проявлять себя по-другому. А он грязным, ну, текстом это, не знаю, для меня это первый позор. А Никулин, как ты считаешь, перегибает в своем три штуке? Или сейчас хотя бы уже начал двигаться в правильную сторону, и сейчас... Ну, у него сначала был неправильный, я скажу, а сейчас уже последний, последний уже выпуск. Он уже по-другому начал, и то, там, честно, не хочу осуждать Никулина. У Никулина, вот он, как начал, так и продолжает. Ну, скорее всего, он правильно делает. У него есть там вопросы кому-то, он задает, не стесняется, он все правильно делает. Я бы не стал просто делать то, что Никулин делает, это честно. Ну, ему хочется этого, не просто так у него и подписчики растут, у него и актив хороший, это не просто подписчики есть, и все, ты король там, нету, это его заработок. Первое, это он может зарабатывать на это деньги, хоть и три штук такой, можно сказать, уже грязный. Я вот тебе скажу, и вам тоже, наши дорогие телезрители, я вчера списался с персидским дагестанцем, ты знаешь, он в личке, я ему когда написал, я ждал, ну, думаю, если он прочитает, какой будет ответ, мне было интересно, может, там он тоже начнет, нет, он адекватно и культурно мне написал, там, притом фактически без ошибок, зная, что он плохо знает русский язык, это было фактически без ошибок. Мы попросили у него интервью, он согласился, сказал, я сейчас не в Москве, ну, как буду в Москве, да, я согласен, дам вам интервью. Кстати, пишите в комментариях, интересно ли вам будет интервью посмотреть с персидским дагестанцем, в спокойной, впервые, да, можно сказать, обстановке, мы там не будем его ни с кем стравливать, не будем никого больше приглашать, просто пообщаемся, тоже попробуем раскрыть как персонажа, зададим там, может, пару провокационных вопросов, но все будет в такой, в дружеской атмосфере, так сказать. Вардан, ну, тебя я услышал по поводу твоего мнения и по трештоку, и по персидскому дагестанцу. У меня к тебе просьба, да, вот когда он придет сюда, попроси, чтобы он что-нибудь написал сам. А, тебе интересно, а сам ли он пишет? Мне кажется, не он дышит. Спалили, да, вот это не надо было говорить. Не, 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 на самом деле там... Не, он мне тоже писал, он без ошибок писал. Да. Просто писать, ну, во-первых, у тебя есть Т9, он исправляет. Я, например, на английском вообще не говорю, можно сказать, но написать я что-то могу. Если я там не знаю какое-то слово, я его пишу в Т9, он исправляет, как правильно написать. Ну, ты слова, ты знаешь. А он, мне кажется, ну, не знаю, 10-15 слов знает. Да, ну, нет. В его защиту могу еще что сказать. Наверное, все-таки, ну, тяжело приехать сюда, быть здесь год и все равно уже хоть как-то язык изучать. Ну, это я приехал в Россию, представить, 9 класс, а я, не знаю, да, нет, и то перепутал. Какой да, какой нет. А я вот через 9 месяцев мне экзамен сдавать. А, вот так даже? Ты только на армянском, да, говорил? Да, в Армении только на армянском говорил. Ничего себе. Я спустя год разговаривал, я когда в 10 классе учился, я лучше разговаривал, чем сейчас. А почему так? Из-за того, что именно изучал постоянно? Ну, конечно, я каждый день читал, писал. Ну, опять же, может быть, тебе было легче, потому что ты попал в школу. Вот если бы ты приехал после школы, может, было бы тяжелее язык учить. Это желание. Ну, ладно, это уже мы с ним там лично обсудим. Ну, интересный момент, я его попрошу без камер что-нибудь написать. Потому что если пишет него, ну, чтоб не обижать человека. Ну, просто странно, он пишет, текст есть, после текста какой-то голосовой фраза, а потом опять текст культурный, потом фраза. Ну, как бы у меня, в смысле, без голосовых, но он культурно, и там имя с большой буквы пишет, и запятые ставит. Ну, то есть, довольно... Запятые мне не ставят. Довольно грамотно написал. И последний вопрос. Мы знаем, что ты сейчас хочешь немножко отдохнуть от боев. Ну, там, пару недель, да, точно. Да. В общем, один карт ты пропустишь. Да. Хочешь восстановиться. И вопрос такой, с кем бы ты сам хотел провести следующий бой? С армейцами. Реванш? Реванш. Как думаешь, тебе дадут реванш? А почему нет? Ну, я не знаю просто... Нет, мое мнение, опять же, я не знаю, дадут, нет. Мы показали очень яркий бой. Единственное, почему могут не дать, потому что армейца первый бой был, потом второй бой, реванш. Сейчас получается со мной, а потом реванш. В любом случае, у меня с ним реванш будет, потому что я продолжаю в лиге двигаться, за пояс драться, и Дима неплохой боец, по-любому мы где-то опять встретимся. Это будет. Но, а так я бы хотел с ним реванш. Мне вот интересно, следующий бой ему могут сделать уже за пояс или нет? Потому что Абу-Бакару, по-моему, да, с Эмилем же делают уже чемпионский пояс? Почему нет? Да, нам же говорили, победитель будет за пояс. У меня плохой бой вышел, можно это даже кадр не ставить. Я же в 5 часов, ну в час приехал, мне сказали в 7 дерешься, 5 начала, мне сказали. Да, да. Я первый раз в своей жизни попробовал притреник, выпало 6 часов. И он как раз отпустил это только еще? Я в 7, 8, 9 часов такой заряженный был, господи, у меня такой заряд был. А в 11 часов я зашел октагон очень уверенно. А когда я повернулся в сторону, Дима смотрел соперника, у меня в глазах вообще темно было. Я сам себя, там момент есть, я себя бью, я говорю, ты чё, где холодная голова? Это как раз, у меня было такое. Поэтому я притрена не пью, у меня было подобное. А я один раз пробовал в своей жизни. Перед дракой, вот я тоже один раз попробовал. Но это был, вернее, второй раз. Первый раз я попробовал, мне было плохо, это было на тренировке. Я себе сказал, больше никогда его пить не буду. А потом вот перед дракой попробовал, и примерно та же история была. Вот, и вот у меня тошнило после боя, это все из-за этого. Да. И я смотрел в стороны, как холодной головой, вардан, ты чё потерялся. Такое было у меня, когда я пропустил у Бодрова после первого. Было то, что я дистанцию не чувствовал. Как мне чувствовал? Я просто вижу соперника, он смазан. Усталость такая. И глаза, как будто, я не знаю, соленые, слезы что ли. Ну, прям. Я понял. Это была очень большая ошибка, я думаю. Ну, бывают, ошибки в жизни случаются. Главное сделать из этого правильные выводы. И больше их не допускать. Ну, а так вот я предполагаю, если все-таки следующий бой Диме дадут за пояс, то, скорее всего, тебе придется провести с кем-то бой, выиграть. И тогда, возможно, тебе дадут реванш. И как раз для него это будет защита пояса. Да я доберусь, Диме, этот реванш будет. Пусть будет через три боя, этот реванш будет. Круто, круто. Все, Вардан, спасибо большое, родной, что ты приехал, вырвался. Мы очень рады, что ты восстановился. И, конечно же, я забыл, Серега сейчас показывает. У нас же рубрика «Вопросы от наших зрителей». Да давай, что ты стесняешься-то? Как ты планируешь развиваться, кем ты себя видишь в ближайшем будущем и связано ли будущее с хардкором и любой другой вариант? Очень жесткий вопрос. Давай по пунктам. Давайте, да, по пунктам. Там что. Как ты планируешь развиваться? Планирую развиваться. Буду выступать. Не проигрывать. Сейчас уже определенную цель будем ставить и идти. Кем ты видишь себя в ближайшем будущем? Ну, явно не композитором. А связано ли это будущее с хардкор-файтинг чемпионшип? Видите, я уже не говорю щип. Шип. Вы все меня хейтили, поэтому я прислушался. Правильно говорится щип. Я не знаю, как правильно говорится, братан. Или будет другой вариант? Я не могу сказать, что всю жизнь буду в хардкоре драться. Я не знаю, что будет завтра опять же. Но в ближайшие два года, да, через пять лет я композитором стал. Да, да. Явно не композитором. Бам. Друзья, вот такая беда. То ли упал инстаграм, он реально не обновляет вопросы. И, к сожалению, Вардан, мы тем больше не можем задать вопросов, потому что вот он тупо не обновляет. Я не знаю, с чем это связано. К сожалению, произошла ошибка. Повторите ошибку. И у меня то же самое. Друзья, извините, если кто-то писал вопросы, Вардан, ты тоже прости, но хоть один успели задать тебе. Вардан, спасибо большое, что все-таки нашел время, выбрался к нам. Восстанавливайся полностью, ждем тебя в октагоне. Очень нравится смотреть твои бои, переживаем за тебя. Все, только успехов тебе в будущем, ну и чтоб все было, как ты планируешь. А на ваш реванш с Димой реально интересно посмотреть. Друзья, ну что, наш выпуск подошел к концу. Спасибо вам огромное за то, что вы остаетесь с нами. Крепко вас всех обнимаем до хруста. Пока. Паум.